Уважаемые коллеги, у нас сегодня важный день. У нас сегодня, наверное, одно из ключевых заседаний правительства, потому что мы рассматриваем вопросы, точнее, блок вопросов, связанных с проектом федерального бюджета на ближайшие три года. Соответственно, прозвучат выступления и о прогнозе, и о проекте закона о федеральном бюджете, и связанные, естественно, с этим вопросы о денежно-кредитной политике, о бюджете социальных фондов. В любом случае, очередной этап этого трудного марафона завершён на уровне правительства. Впереди сложная работа в комитетах и фракциях Государственной Думы и Совета Федерации. Начнём мы обсуждение прогноза социально-экономического развития нашей страны наперёд с 2014 по 2016 годы. Как известно, посткризисное восстановление мировой экономики, в том числе наших ведущих торговых партнёров, таких, как Европа, оказалась не столь быстрым, как на то были надежды. На европейском рынке рецессия, на это именно наш торговый партнёр. В Азии и Соединённых Штатах также рост не очень значительный. В последнее время, правда, определённое оживление в целом ряде развитых стран наметилось. Посмотрим, как будут развиваться события в следующем году. Это отчасти обнадёживает, но говорить об устойчивом росте, безусловно, рано. Поэтому практически все международные организации вынуждены пересматривать ранее сделанные прогнозы. Известно, что МВФ понизил прогноз роста мировой экономики в текущем году с 4 до 3,1%. Не скрою, мы, конечно, рассчитывали на более оптимистическое развитие событий, как, наверное, и абсолютное большинство наших коллег в других государствах. Что касается нашей страны, то по оценкам Минэкономразвития, валовый внутренний продукт в этом году должен вырасти на 1,8%. Начиная со следующего года, мы надеемся, что темпы роста будут выше в районе 3%. Это основной или базовый вариант прогноза. Именно на его основе верстался бюджет. Есть и более консервативные оценки. Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы он стал реальностью, предстоит многое сделать. Надо продолжить усилия по формированию благоприятных условий для частных инвестиций. За счет дальнейшего улучшения делового климата нам предстоит заниматься формированием современной производственной и транспортной инфраструктуры. Другими словами, речь идет о повышении конкурентоспособности по всем направлениям на уровне национальной юрисдикции, на региональном уровне, муниципальном уровне и на уровне отдельных компаний и работодателей. Конечно, в прогнозе важны не только конкретные цифры. Важен и общий тренд с тем, чтобы принимать решения, усиливая позитивные тенденции и сокращая возможные риски. Очень важно грамотно расставить приоритеты и распределить наши финансовые ресурсы, которые, как известно, увы, не безразмерны. Надо спланировать доходы, включая доходы от приватизации, а также внутренние и внешние заимствования. В конечном счете сформировать реалистичный, подчеркиваю, реалистичный и, безусловно, сбалансированный бюджет. Теперь несколько слов о проекте самого бюджета. Его основные параметры мы обсуждали неоднократно. Вчера было заседание комиссии по бюджетным проектировкам, где мы подвели черту дискуссиям на эту тему. Что я считаю принципиально важным? Первое. Приоритеты правительства в бюджетной сфере, они хорошо известны, неоднократно заявлены. Они заданы бюджетным посланием, известными указами президента, основными направлениями деятельности правительства до 2018 года. И все эти приоритеты должны исполняться. Второе. Бюджет получился весьма жестким. При его подготовке мы исходили из реальной экономической ситуации и у нас в стране, и в мире. Принимали во внимание те ограничения, которые связаны с неблагоприятной конъюнктурой на финансовых и сырьевых рынках и, естественно, основывали наши расчеты на бюджетном правиле. Учитывали также и демографические факторы. Поэтому расходы придется сокращать, но не в ущерб нашим основным планам. Продуманное использование средств, такой бюджетный рационализм, должен стать обязательным для всей бюджетной системы. Необходимо еще раз проанализировать эффективность государственных расходов, контролировать выполнение государственных и федеральных целевых программ, стараться делать максимально прозрачными государственные закупки и расходы компаний, которые контролируются государством. Теперь это все вполне реально. Бюджет впервые спланирован по программному принципу и будет исполнен в соответствии с этим принципом. Кроме того, с Нового года мы запускаем федеральную контрактную систему. Третье. Несмотря на все сложности, о которых я только что сказал, бюджет в целом имеет социальную направленность. Дополнительные средства предусмотрены в рамках выполнения наших социальных обязательств. И они в целом растут, эти средства. Речь прежде всего идет о дальнейшем повышении зарплат бюджетникам. Это педагогические кадры, медицинские и социальные работники, научные сотрудники. Конечно, это увеличит нагрузку на регионы. И мы постараемся нашим коллегам помочь в максимальной степени. Необходимые средства в бюджете запланированы. Будет продолжено и финансирование модернизации здравоохранения и образования, и поддержка материнства и детства. Принято решение о замораживании на один год тарифов на услуги крупнейших естественных монополий. Это позволит ограничить рост коммунальных платежей, что важно для граждан. И, надеюсь, даст и ощутимый антиинфляционный эффект. Инфляция планируется на уровне 4-5% в год. Это самая низкая цифра за последние годы. Четвертое. Один из главных приоритетов бюджета – создание условий для дальнейшего экономического роста, причем устойчивого роста, и стимулирование инвестиционной активности. В следующем году у нас начинается реализация крупных инвестпроектов. На эти цели предусмотрены, несмотря на все наши сложности, весьма значительные средства. Я надеюсь, что они будут расходоваться с умом. Отдельный вопрос – поддержка малого и среднего бизнеса, создание комфортных условий для предпринимательской деятельности. Эта тема должна быть в зоне постоянного внимания правительства. Даже при сокращении доходной части бюджета мы пошли на то, чтобы сохранить льготы для небольших компаний по уплате страховых взносов и направляем значительные средства в Федеральный гарантийный фонд, специально созданный для поддержки малого бизнеса. Ну и, наконец, последнее. Я убежден, что эффективно управлять государственными финансами можно лишь обеспечив необходимую открытость бюджетного процесса и общественное обсуждение бюджета всех уровней – от разработки бюджета до соответствующего контроля за расходованием средств. У меня есть предложение следующим образом построить наше обсуждение. Сейчас я приглашу выступить министра экономического развития с докладом о прогнозе, и после этого министра финансов с докладом, собственно, о федеральном бюджете. После этого попросим выступить наших экспертов. Сегодня Евгений Григорьевич Есин приглашен для соответствующего выступления и пообсуждаем оба вопроса – и прогноз, и бюджет. А после этого, по сути, в развитии этой темы выступят наши коллеги с сообщениями по единой денежно-кредитной политике, Эльвир Задана-Набиулина, как председатель Центрального банка, и доклады по бюджетам социальных фондов также прозвучат, и некоторые связанные с этим законы из уст наших коллег по правительству. Если такая модель обсуждения поддерживается, давайте приступим. Пожалуйста, Алексей Валентинович Уликаев. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги!